Обязательная сертификация отелей в России стартует уже совсем скоро. Правительство одобрило проект федерального закона. Он внесен в Госдуму и будет рассмотрен в трех чтениях уже в этом году. Со временем каждой гостинице присвоит определенное количество звезд. Сейчас эта процедура добровольная. Как это отразится на бизнесе и что даст в первую очередь потребителю? Об этом поговорим с Алиной Алина, по официальной информации в Новосибирске сейчас менее 5% гостиниц имеют сертификацию. Почему так мало? Отелям это не выгодно? Потому что строки еще не поджимают, насколько мне известно. Чтение, в общем, принятие закона переносилось неоднократно. С 2015 года на 2016-2017. Теперь уже дедлайн у нас 2020 год. Поэтому, конечно, отельеры не спешат. Ждут, когда сформируется рынок, ждут, когда сформируется экспертное сообщество, чтобы выбрать конкурентоспособную услугу по адекватной цене. Ну, в принципе, ведь, наверное, отель должен быть заинтересован в том, чтобы у него там где-то над входом 5 звезд красовалось, чтобы потребителя как-то привлечь. Или нет? Или нет такой прямой зависимости? Условно сейчас каждый отель понимает, к какой звезде он относится. Потому что масштабных реноваций и изменений, как правило, отельеры не производят. Хотя для многих санаториев Алтайского края это характерная сейчас такая тенденция. Но действительно, представители даже собственного отеля мы понимали, на какие звезды мы имеем право претендовать. Есть список, он всегда был, европейская классификация звездности. Поэтому каждый отельер, конечно, не стесняется, вешает вывеску от той категории звезд, к которой, как он считает, относится его отель. И, конечно, старается ей соответствовать. Каждый отель заинтересован в том, чтобы потребитель примерно понимал, в каком отеле он находится. В 4 звездах, в 5 или в 3. Но, конечно, статус высокий, высокая категорийность, высокая звездность обязывает отельера. И уже это воспринимается потребителем не как особая лояльность со стороны компании, а как некий обязательный перечень услуг, на которые человек-потребитель рассчитывает и, между прочим, платит за это. Если говорить о ситуации в Сибири, в Новосибирске, в соседних городах, Томск, Кемерово, Омск, достаточно ли сейчас отелей вот у нас в Сибири и какого они качества? Отелей, конечно, более чем достаточно. С 2012 года качество номерного фонда увеличилось в 4 раза по сравнению в диапазоне 2017 по 2012 год. Появилось очень много 4-х звездочных отелей. Часть из них официально классифицирована. Уже сейчас появился настоящий 5-звездочный отель в городе Новосибирске. Рынок стал более конкурентоспособным. Ну и цены, конечно, от этого только снижаются. Несомненно, выигрывает потребитель. Насколько я знаю, 5 звезд, например, в Европе и 5 звезд где-то в Турции, они могут отличаться существенно. Что мы получим в итоге в России? Классификация действительно разная. Сейчас мы имеем в мире порядка 84 систем разнообразных классификаций по звездности. Да, действительно. И действительно в Турции, в Европе это не совершенно разные, но есть небольшие нюансы, есть небольшие отличия. Но в целом во всем мире мы прекрасно понимаем, что если это 5 звезд, то это некий очень высокий уровень предоставления узлок, а 3 звезды это достаточно для совершенно средней категории потребителей, для большего числа туристов. Но та система, которую в России планируют принять, она к чему ближе? Она близка к европейской системе классификации. Если все-таки с 2020 года, сейчас срок, обяжут все отели обязательно эту сертификацию проводить. На ваш взгляд, как это отразится на рынке? Я думаю, что часть отелей из 4 звездочных придет на категорию ниже. Равно как, может быть, некоторые отели приложат усилия и получат категорию выше, чем они являются сейчас. Все будет зависеть от намерений и от бюджета конкретной взятой компании, и от того сегмента, который она планирует завоевать на этом рынке. Сейчас в мире достаточно распространен заказ частных апартаментов через всевозможные интернет-сервисы. В Сибири это тоже распространено? Каким-то образом это отражается на отельном бизнесе? Чувствуете ли вы конкуренцию какую-то с этой точки зрения? Здесь, конечно, стоит различать бизнес путешественников и путешествия частные. Что касается корпоративного сегмента, то там, где имеет место быть майс-туризм, это всевозможные деловые мероприятия, конференции, фуршеты, презентации, то я не думаю, что будет очень большой отток в сторону частных апартаментов. Ну а что касается частных путешествий, то здесь я бы отметила тенденцию все-таки увеличение пользования именно интернет-услугами. Независимо, это какие-то системы бронирования отелей или это система бронирования частного жилья, то здесь уже потребитель выбирает на свое усмотрение, своих соображений безопасности, комфорта, которые присущи лично ему. Спасибо об уровне сибирских отелей. Мы говорили сегодня с Алиной Жуковской, вице-президентом Сибирской ассоциации отельеров и рестораторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова